Здравствуйте дорогие друзья! И теперь мы после обработки бедра переходим к обрабатыванию мышц голеностопного сустава и икроножных мышц. Опять же, поскольку видим, что влощной покров достаточно массивный у человека, а масла мало, такое суховатое, чтобы ему не было вольно, дополнительно смазываем маслицем. И я предлагаю, растерев, сначала активно ногу, растираем, растираем, растираем. Начиная с ахиллового сухожилия, прямо сильно, плотно к нему предлагая, растираем мышцы с двух сторон. Опять, мы для себя условно их делим по вертикали, на внутреннюю часть мышц и икроножную, и наружную часть. И поэтому обрабатываем сначала вот эту часть, а потом эту часть, тоже по кругу, такими можно движениями, такие вот восьмерки, как мы рисуем, вот так вот руками. То же самое, в принципе, на бедрах можно вот эти вот восьмерки рисовать. Обработали, быстренько согрели, да, и далее подкладываем руку под вот этот гривеностопный сустав. А этими пальцами, вот между двумя, вот этими, да, делаем как бы такую прищепку, и между ними зажимаем ахилловое сухожилие. И движение вот такое происходит. Здесь мы немножко оттягиваем назад, да, а этот в этот момент вперед. И в противофазе вот так вот. Движение достаточно приятное. Как скажешь, приятно? Ну, так, странно. Странно. Ну, вообще, когда вот вы подготавливаете, вот эти движения протяжные, вот такие вот, они теплые, легкие, приятные. Но потом мы укладываем ногу, беремся за пятку, уже крепко, да, стараемся оттянуть подальше. Ахилловое сухожилие натягивается, да, и мы всеми этими пальчиками проходимся до конца. Лука превращается в кулак. Я уже все костяшки, всеми костяшками пальцев веду, видите, до конца, до упора, до самой вот этой вот косточки, где соединение с тазом идет. Чтобы усилить соединение, да, если у вас, например, силы рук не хватает вот здесь, то происходит захват вот такой. С обратной стороны ногу захватываем вот так, а при этом упираемся локцом в пятку. Вот он, получился крепкий захват, видите, практически можно вытянуть ногу, вот она достаточно крепкая. Посмотрите, еще внимательнее. Здесь за пятку держусь, а здесь пальчиками держусь за косточку голеностопа. Поподробнее покажу, посмотрите, пожалуйста, с этой стороны, потому что это важно. Мы дополнительно стимулируем точки долголетия, так называемые. Вот там, где заканчивается вот эта вот косточка, да, с этой стороны находится ряд вот таких точек. Примерно три, вот здесь. Они могут быть немножко-то болезненные. Ежедневно при сжигании этих точек, да, или массаж, или какие-то аккумпунктурные нажатия, они стимулируют, и, соответственно, ну, есть такое поверье тибетское, что это точки долголетия. Кто долго живет, кто их часто массирует, тот долго живет. Поэтому мы нашему пациенту дополнительный бонус продлеваем жизнь таким способом. А как мы сюда их нажимаем, не отрываясь от основного массажа, еще раз показываю. Тут рука локтем зацепила за пятку, а с этой стороны как раз у вас такая длина руки, что вы попадаете на эти точки, вот этими тремя пальцами. Попали, и заодно захватили косточку, то есть вы держите за косточку, здесь локтем. Вот видите, упор достаточно получается плотный. Уперлись и держите, а это рукой. Отодвигаете в тазовую кость и практически как будто бы растягиваете ногу, как будто бы увеличиваете ее в длине. Особенно женщинам нравится такое упражнение, я им всех предупреждаю, что сейчас мы вам делаем длинные стройные ножки. И сразу же прошли, вот так вот, да, и берем теперь развод локтями делаем. Локтями, начиная от икры, от ахилла, вот даже сухожилия. Постепенно внедряясь, доходя до сгиба коленного, да, на него не даром сильно, а вот после него уже можно надавить. Обоими руками, всем корпусом опускаемся. И вот такую разводку делаем для себя и для пациента. То есть упираемся опять здесь в тазовую кость, а здесь в пятку. Опять удлинаем ногу. Вот таким вот сильным движением. Движение достаточно силовое, то есть мы уперлись и развели. Таким образом, опять же, продолжается наш фитнес для массажистов. Упражнение называется «Разводка». Мы лопатки соединяем сзади, раскрывая их гораздо шире, и потом соединяя сзади, то есть раскрыли, сжали. Таким образом, мы собственный сколиоз исправляем, и грудные наши мышцы тоже начинают работать. Вот такое упражнение. Мы бы даже видели в фитнесах такой станок. Здесь мы его имитируем за счет мышц ног человека. Два-три раза так вот прошлись, их, в принципе, достаточно. И опять становимся уже перпендикулярно к нашей обрабатываемой поверхности. Чуть-чуть приседаем, чтобы легко на ногах можно было переходить из стороны в сторону. И массируем уже более подробно, более локально тахилозакожилия до крепления мышц под коленные чашечки, да, с внутренней стороны, с внешней стороны. Массируемые приемы используются вообще все, какие хотите. Но в данном случае это тот же самый кольцевый захват. Видите, я мышцу беру и вот так вот ее продавливаю, прожимаю. Потом здесь опять же так же продавливаю, прожимаю. Единственное, что со стороны голени старайтесь захватить как можно глубже. Вот прямо оттуда ее как бы приподнимая. От того места, где косточка, потому что косточка находится достаточно далеко от вас. Старайтесь побольше их захватить. Далее берем все мышцы, где сухожилия вот тут начинаются, они еще маленькие, да, дальше они растут. Мы стараемся полный захват сделать этих мышц. Вот так вот их друг от друга растянуть. Доходим до коленки. И вот здесь вот нагнетаем кровь. Такими быстрыми, быстрыми энергичными движениями. Здесь вот скапливаются лимфоузлы. Мы их, как видите, мы на них не жмем, мы только жмем рядом, перед ними. Чтобы они быстро напитались вот этой лимфой, да, этими шлаками организма, которые потом будем выводить дальше. Время-тремени проводим глубокую вот такую вот чистку до конца. И здесь вот еще одно такое упражнение делаем. Стругание. То есть одна рука ходит у вас, относительно другой. И как бы мы вот так вот стругаем, стимулируя эти лимфоузлы. Можно лапа леопарда посильнее прямо туда нагнетать. Это межклеточная жидкость, чтобы она выходила. И дальше вот прокатывая до конца ваши руки, до бедра. Так же вот видите, мы захватываем все мышцы. Микроножные, бедренные, пальцами. Вот тут опять как раз очень хороший фитнес для наших пальчиков. Во-первых, мы упираемся в ткани человека пальцами прямыми, да, и упражняем свои собственные пальцы, напрягая их. То есть наши пальцы становятся от этого сильнее, умруже, лучше, здоровее. А с другой стороны мы лимфоканалы пробиваем достаточно глубоко. Некоторые показывают, что вот, ну в других школах, например, показывают, что лимфа надо делать, ну, лимфодренаж, если они таким способом делают. Вот так вот, мягко. Некоторые показывают, что вот так вот даже вот они делают лимфодренаж вот такими движениями. Ну, честно говоря, я не знаю, может быть это для пенсионеров подойдет. Потому что, по мне, это кажется мертвому припарке. То есть лимфоканалы, они же не на поверхности находятся, они же в глубине, они вообще во всей структуре мышечной, ноги, в каждом органе у нас есть. Поэтому нужно прорабатывать достаточно глубоко. Вот так вот прямо внедряясь в глубину плоти человека, да, мы прорабатываем это движениями снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. И заканчивая в паховой области. Далее упражнение для пальчиков у нас называется лимфатическая труба Гудвина. Она делается достаточно сложным, поэтому попытайтесь сообразить. Показываю специально на камеру. Одну руку, отводите палец побольше, подальше, и вторую руку, да. И устанавливаете ее так, чтобы у вас с каждой стороны получилось по пять пальцев. Видите, с этой стороны пять, и с этой стороны пять. Фокус. Но так получается. Теперь, когда мы их сжимаем, у нас получается как бы вот труба, да, вот мы их и обжали эту трубу. И стараемся ее сжать теперь этими пальцами. Можно сжимать вот так вот прямо всеми сразу пальцами, да, если у вас пока нету на тренированности каждым пальчиком отдельно. А по сути нам надо сжимать снизу вверх, вот так вот, снизу вверх. Такая каракатица получается. Или, по-моему, чок, вот как бы он ползет, обжимая ткани вверх. Сейчас я покажу, как это работает. Устанавливаем вот такую трубу сюда. И снизу вверх прожимаем. Медленно снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Пропускаем вот эту область. И опять снизу вверх. Снизу вверх. Видите, как бы накатами идет у нас. То есть мы как бы лимфу отсюда, сюда гоним вот так вот. Проще говоря, да. Но вот если так мы делаем, у нас очень легкое нажатие получается. Чтобы его усилить, именно для этого мы работаем всеми пальцами. Во-первых, в пять пальцев сразу у нас зона становится обрабатываемая шире. Во-вторых, ну, в качестве фитнеса для массажиста мы прокачали бицепсы собственных пальчиков. То есть ткани тут достаточно жестко зажимаются. Поэтому это реально работают наши пальчики, работают наши предплечья. Прокачивается практически вся вот эта вот мышечная группа. Наша собственная. Но на этом мы не заканчиваем лимфодренаж. Мы делаем теперь кольцо. Вот такое кольцо. Его можно сделать уже, можно шире, в зависимости от объемов человека. И стараемся в это кольцо продеть всю ногу человека. Вот тут мы делаем узкое кольцо. Чуть расширяем. Но при этом давим достаточно сильно и медленно. Сильно, но медленно. Продвигаясь вверх. Некоторые в этот момент орут. Бывает больно. Некоторые ничего не чувствуют. Если больно, это сигнал к тому, что лимфоканалы все-таки засорены. Или забиты мышцы. Так тоже можно пройтись два-три раза. Прошлись. И сбрасываем все вот туда. Под паховую зону. Проделывая это упражнение, я рекомендую еще растягивать свой собственный позвоночник. Это еще одно фитнес-упражнение для нас. Когда мы находимся не напротив ноги, в данном случае, а находимся в начале этой ноги. То есть мы начали движение отсюда, стоя практически возле пятки. А закончили его вот там. И таким образом мы все, видите, растянулись, как пловцы. У нас вытягивается позвоночник. Мы ныряем и тренируем сами себе, вытягиваясь в одну прямую линию. Что касается точек, есть здесь тоже некоторые акупунктурные точки, которые можно пройтись в исключительных случаях. Не для всех. Это есть прямо вот у спортсмена полностью забита нога. Ее трудно так промять. Вот от сгиба колена, да, отступаем примерно 5 сантиметров. И вот помните, я говорил, ну как бы визуально рисуем для себя вот эту линию, разделяющую икры на внутреннюю и внешнюю поверхность. По этой линии мы идем. Вот на эту точку жмем двумя пальцами. Это бывает болезненно. Ты чувствуешь? Больно, да? Ну я специально сильно не жму. Дальше еще. Опускаемся примерно 5-7 сантиметров. Еще одна точка. При этом надо говорить человеку, попросить его, чтобы он вдохнул, задержал дыхание. Не выдохнул, а вдохнул. Давай вдох. Задерживаем дыхание и расслабляемся. Еще раз вдох. Задерживаем дыхание и расслабляемся. Еще раз вдох. Задерживаем дыхание и расслабляемся. Ну вот видно, где заканчиваются мышцы икры, да? Вот тут находится вот эта вот последняя точка. Первая у нас находилась вот здесь, да? А вторая прямо ровно посередине. Получаются вот три точки такие. Прожали и после этого прожатия, как вы сделали, да? Опять заканчиваете тем, что прогоняете кровь и лимфу вверх. Чтобы она в этих точках не заставила, чтобы не было синяков. Ни в коем случае вы не должны оставлять синяков на теле человека. Вот. На этом как бы мы заканчиваем обработку икры со стороны спины, да? И дальше перейдем к стопам. Спасибо.